здравствуйте кто присоединился сегодня покажу но я покажу один только пальчик работа с вертикальными трещинами на ногтях сильно много рассказывать здесь я не смогу потому что здесь у нас идет причина в травмирование матрикса какое-то время назад то есть был порез по зоне матрикса и ноготочек теперь растет вот с такой вот трещинкой вот здесь уже исправить так чтобы это все совсем навсегда исправилось не получится только ремонт с помощью искусственных материалов надеялась я что моделька придет у нас с трещинкой которая рассекается именно не по вне матрикса ну вот получилось что так здравствуйте всем всем здравствуйте кто присоединяется отличная тема но немножко не там обе девочки кстати останется запись на несколько дней пока точно сказать не могу насколько посмотрим может быть она всегда останется вот видно какой у нас ноготочек здесь мы будем выкладывать искусственный материал я буду работать окривом здравствуйте и плавно сравнивать на натуральный ноготь чтобы не покрывать полностью вот как сказать привет привет светик делать буду только этот ноготь остальные ноготь и потом уже за кадром потому что смысла нету сам маникюр показывает отодвигаем кутикулу трещина прямо от кутикулы вот когда придут модельки в час у меня должна быть еще одна модель на которой можно будет показать еще раз возможно трансляция останется пока я не планирую удалять потому что девочка которая трансляции просила в онлайн режиме посмотреть не сможет просила остались расслабляем руку у меня руки трясутся хотя я делаю все как обычно мы не в кадре потому что я работаю с телефоном перед собой чтобы мне удобно было все это видите не травмировать склеилку я руку отодвигаю это трещинка у нее именно от травмирования зоны матрикса то есть травмировали и матрикс тоже хорошо в какой-то момент болит ноготь не надо смотреть ситуацию как сказать именно ту которую у вас потому что если вот у нас у клиентки тоже очень завышенные точки в роста про которые мы рассказывали на онлайн марафоне вот если посмотреть на другие ногти видите насколько завышенные точки в роста в этих местах ногти начинают падать вот сбоку если смотреть видите он западает вниз ему упереться в этом месте некуда соответственно получается что он расплющивается вот иногда бывают трещинки когда вот например вертикально идет ослабленный ноготочек потому что в зоне матрикса была маленькая какая-то травма химическая либо как это называть механическая либо от нехватки просто каких-то витаминов в организме ноготь растет ослабленный по какому-то сегменту и потом здесь от того что ему просто и упереться некуда при нажатии он растрескивается бывают такие случаи просто они как сказать именно вот поймать такой случай нам не удалось пока потом чуть попозже будет вот зоны в рост если вы опустите зоны в роста ноготочек просто соберется ему некуда будет трескаться не так что это совсем-совсем поможет но возможно трещинки будут меньше именно на зоне ногтевого ложа а на свободном крае если матриц очень сильно поврежден трещинки могут остаться свободный край пока не опиливаем потому что свободный край мы будем опиливать вместе с искусственным материалом который мы сейчас будем накладывать то есть ноготочек у нас подготавливается в принципе так же как при наращивании моя трансляция сейчас есть на ю тубе на моем канале я ее выложила в общий доступ до этого она у меня была выложена как сказать закрытая то есть могли смотреть только те кто получил ссылку от меня лично теперь она открытая буквально с вчерашнего дня поэтому можете найти вот то есть можете вы ее найти можете пересмотреть качество записи осталось такое же как было при онлайн марафоне поэтому спасибо вам за то что вы смотрели меня спасибо за я не знаю я не знаю как реагировать на похвалу девочки это честно обезжириваю так как мы вторую половину будем еще сравнивать я ее пока не обезжириваю правильный трогон коде и акрил те кто не умеет работать акрилом то же самое можно сделать гелем либо биогелем либо как смешивать базу с акрилом то есть каким-то материалом которым вы обычно укрепляете если я пропускаю ваши вопросы девочки простите я потом все пересмотрю и возможно на какой-то другой трансляции еще раз рассмотрим делать будем прозрачным акрилом так не уходим из кадра спасибо ну вот у меня получается почти все фотографии которые я куда-то выкладываю в соцсети они связаны именно с проблемами ногтей и очень много не очень красивых ногтей будет будет потому что у вас там излишек материала все равно есть то есть это не просто база в один слой лишнее снимем я не знаю видно не видно то есть весь материал растатываем так чтобы меньше было опила мы делаем ремонт трещины чтобы он у нас не трескался в дальнейшем этот ноготочек так потом в час дня у нас придет вторая моделька потому что подстраховалась именно что вот если не будет именно то что нужно чтобы был выбор акрилом да для тех кто не умеет работать акрил с базой тоже может сыграть свою роль не за что девочки спасибо вам что смотрите как у вас началась работа уже после новогодних праздников вот мы тоже на работе я забыла что сегодня воскресенье из-за того что в рождество не работали да у меня третьего началась работа если даже кто-то сейчас работает и смотреть не очень удобно в трансляцию можно пересмотреть будет вот видно что блик сходят с материалом то есть он мутнеет полимеризуется видно что я его наложила на половину смысл закрывать весь ноготь искусственным материалом в этом случае я не вижу потому что остальной ноготочек он нормально растет у него есть немножко поперечные борозды но они перекроются базой эти поперечные борозды скорее всего тоже из-за не совсем верного ухода за ногтями во время маникюра либо как отсутствие вот на всех ногтях видите насколько высоко точку в роста боковой стенки нет вообще вот до зоны кутику какой-то ноготочек мы смотрели до трансляции на твоей руке наверное и вот он начинает вниз падать закрытые чисто маникюры закрытые я что-то как-то не думала об этом если честно когда он начинает вот так вот западать становится немножко неровным модель пилочкой все это выравнивала прям до точки в роста до зоны кутикула и вот такой эффект получился если мы все это потом в процессе нормального ухода за ногтями опустим пониже ноготочек станет насколько стройнее то есть вот это все подожмется само собой смысл в том что когда ногти формируются они у нас вот здесь формируются уже какой-то аркой и они такой же аркой должны быть и здесь тоже если все правильно делать так сейчас наверное немножко будет мешать телефон приопили я выйду из кадра тут ничего страшного нету да да если вы будете объяснять им что этого делать нельзя и по каким причинам этого делать нельзя то они трогать вообще не будут потому что многие кто приходит кому так рассказываешь вот чем грозит неправильный опил ногтей потом не пилят правильно же говорю то есть сейчас опиливаем горячо он наверно только еще полимеризоваться начал не знаю сейчас могу заехать не смогу сюда и не видно потому что то есть все это выравниваем чтобы весь искусственный материал был просто продолжением ногти чтобы нигде он не выступал по опилу видно вот что здесь еще ступенька осталась потому что опил собирается вот здесь спасибо я не думаю что я завоюю каких-то поклонников если честно я сама тоже постоянно смотрю когда на работы других мастеров самое первое на что я обращаю внимание это точки в роста это болезнь так же как когда начинаешь заниматься ногтями потом везде смотришь только на ногти и видишь только ногти на вся фотография сейчас мы опилим покрывать я буду за кадром ничего в этом тоже такого нету всю обработку остальное мы сделаем тоже за кадром не потому что секрет просто мешает мне камера у нас уже скоро подойдет следующая модель нам нужно будет освободить стул кстати вот по поводу опила именно боковых стенок когда вы их пилите вот в трансляции говорила вы ставите пилочку 90 градусов допустим вы пилите 90 градусов относительно ногти если вы пилочку завалили и плюс еще начинаете ходить из стороны сторону вы попадаете в эти точки в роста если вы зону свободного края зону торца и зону боковых вот этих вот стенок свободного края отделяете при опиле то есть отдельно пилите вы только свободный край и отдельно пилите именно боковые стенки тогда вы не перепилиться вот здесь вот где так немножко ручку так здесь где надвисает получается пилочку подставляете таким образом чтобы оперить то есть получается вот вы подставили ноготочек именно под то что надвисает и не давать до точки в роста просто выравниваете по прямой таким образом вы точку в роста не нарушите сверху вот так вот девочки не болтайте сверху можно почистить тоже боковая будет более-менее прямая но мы потом дома тоже доведем не задев точку в роста вторую ручку можно здесь еще посмотрим здесь примерно то же самое то есть при опиле миндаль форма так не по-русски сказала при опиле форма миндаль показать не смогу потому что я его редко пилю но когда вы держите пилочку вот таким образом и допиливаете миндаль это будет правильно когда вы начинаете пилить миндаль заводя под свободный край пилочку то вы хочешь не хочешь опиливайте . в ростом поэтому именно вот так вот держа перпендикулярно ногтевой пластине пилочку опиле миндаля более безопасно и тогда у вас останется после . просто чуть-чуть боковой стенки свободного края что позволит вам в будущем ее не травмировать и собрать ноготочек в нормальную арочку так сейчас мы будем доделывать ту ручку потому что мы отвлекаемся моделька у нас потом ждать будет 2 это не за что девочки не за что я думала о том чтобы выйти из трансляции какой-то платный или еще что-то в этом роде но вот оказывается что иногда моделек не так легко найти на определенный какой-то день возможно будет в последующем если мы с кем-то из девочек договоримся очень-очень заранее где будет показано все от и до то есть вот такой вот у нас ноготочек сейчас мы его мать сейчас точно пока не будет этого в январе точно потому что в январе мы готовимся на конкурс с девочками тренируем на конкурс рс в москве кроме этого я готовлюсь на курс китайской росписи который будет в москве проводить его буду я если девочки кто-то из москвы пожалуйста обращайтесь в студию леса это контакты есть на страничке в инстаграм можно будет записаться нужно будет посмотреть работа можно будет познакомиться лично вот приглашаю всех желающих кто еще не освоил эту технику сейчас вот мы немножко кутику отрежем так можно я в сторону и улезу потому что надо придумать что-то более удобное а не эту подставку которая мешает показывать вот так ну смысла конечно сейчас нету в том что мы его полностью обрабатывать со всеми остальными пальчиками обрабатывать просто хотелось на этом на все результаты показать со мной смешно улезли из кадра и хотела спросить как меня видно а и В феврале мы пригласим к нам Юлию Федотову с курсами лепки пластилином и аэлография безлиографа. Еще в феврале планируется пригласить инструкторов из Питера, Юлию Багрову Анистеник с курсами по дизайну. Так, мы его сейчас покрывать не будем вообще ничем, чтобы не мешал нам потом липкий слой от праймера при опиле остальных ноготочков. То есть вот, если снизу немножко надвисать, кстати, вот мы проконтролировали, можно будет в резоне немножечко убрать надвисающий свободный край. Захват идет, получается, вот таким вот образом. Большой палец у нас будет натягивать подушечку и фиксируем указательным пальцем ноготочку, чтобы он не планица скачил. Упор рабочий, выкину не рабочую и вот таким способом я немножко вам срежу. Просто я в сторону улезла, опять же, из-за камеры. Ну и заодно кожицу дистального валика немножечко почистим фрезой также. Кстати, что-то я еще хотела сказать. Если когда-нибудь нормально получится, в нормальном качестве переснять трансляцию, которую дала на онлайн-марафоне, то это, в принципе, тоже можно сделать, потому что мне надоело извиняться за качество звука. Все. Ну все, мы пока отключаемся. Сейчас мы доделаем маникюр этой модели. Будем ждать вторую, с какими ноготочками она придет. Если что, мы включимся повторно и покажу на другом случае, если он будет интересен, что мы будем делать. Все. Спасибо всем за просмотр. Всего хорошего, всего доброго. Тогда волнуйтесь, надо вдохнуть. А я еще трансляцию не остановила. А не получается, все равно волнуешься. У меня в перчатках не работает. Стоп. Нажмите вот сюда, пожалуйста.